Добрый вечер, Александр Борисович. Здравствуйте, Евгений Ильич. Вы, как автор термина журналюга, очень любите, наверное, оригинальные журналистские вопросы. У меня есть два. Один, какие ваши творческие планы, я его оставлю. Хорошие, оригинальные. А второе, мы сидим в Градском холле, то есть в Театре Градского. Ну да, если можно так сказать. Что здесь будет в ближайшее время? В ближайшее время у нас заканчивается так называемый СИЗО. У нас несколько концертов камерных, у них есть своя какая-то нацеленность определенная. Это фортепианная музыка, еще музыка камерная для небольшого оркестра струнного. И будет серии, осталось немного, правда, так называемых мастер-классов моих, где я слушаю неожиданно хороших исполнителей. Я все-таки ожидал, что не будет такого количества хороших, интересных ребят. Оказалось, что неиссякаема русская земля на молодые, интересные голоса. Вот у меня два дня уже было, пришло где-то человек сорок, примерно из них пять-шесть. Очень хороших ребят. Один-два просто выдающиеся. И еще у меня несколько будет таких вот мастер-классов. И в конце концов будет венчающий весь этот сезон традиционный концерт Валентины Бирюковой, посвященный 9 мая. Это следующую субботу, 27 апреля. 27-го, да. Это совершенно замечательное в нашем смысле, даже не совсем вокальном, а скорее эмоциональном событие. Потому что много песен о войне, много песен о том времени Вали исполняет. Для нее это очень любимая тема. Она очень патриотично настроенный человек. несмотря на то, что она умеет делать очень многое и очень разное, и в том числе на иностранных языках тоже. Но есть какие-то вещи, которые она предпочитает чисто эмоционально. Она из офицерской семьи, она очень по-хорошему, патриотично воспитана. И вот для нее этот концерт имеет огромное значение. К сожалению, или к счастью, так получилось, что это конец страстной недели. И, как всегда, у нас либо на майские все уезжают огурцы сажать, либо на Пасху тоже все стараются разговеться, в конце концов. В общем, на концерты ходят люди не очень активно в это время, но у нее все хорошо. У нее все хорошо, потому что ее любят. И ее публика, она такая патриотично-православная, если можно сказать. И она замечательно работает, поет. Я-то буду петь, Андрей Шалифлер будет петь, Саня Воробьева будет петь. И даже, можно сказать, неожиданно для меня самого какие-то песни, которые уже, казалось бы, заезжены, что ли, заезжены исполнителями формально, они вдруг начинают в таком концерте, где все искренне работают, звучать по-новому. Например, какие песни? Ну, поклонимся великим тем годам, например. Песня, которая всегда воспринималась как некий традиционно-официальный шлякер. У нас она звучит совершенно по-другому. А вообще ваши воспитанники, когда готовят программы, они у вас полностью утверждают? Нет? То есть это вы даете просто на откуп? Практически, да. Мы согласовываем примерно, что будет происходить. Но воспитанниками я не хотел бы называть. Хорошо, а как? Они сложившиеся уже артисты со своей позиции. Я единственное, что делаю, я делаю абсолютно то же самое, что я делал, когда они у меня все были на голосе. Они все были на голосе. На первом, на втором, на третьем. Ну, поэтому я и говорю, что вы их наставнике. Там была другая ситуация. Там все-таки вот этот вот самый бешеный скач, когда нужно очень быстро решать, кто остается, кто не остается, что поет и так далее. Он мобилизовывал, но одновременно и пугал. А здесь у нас спокойная обстановка. Мы можем посовещаться, что нам делать, в каком направлении делать. Вы, Александр Борисович, посовещаться? Да, да. Вы меня что-то все время трактуете как какого-то тирана. Как Градского. Ну, нет, нет. Это все ваши, собственно, придумки. В молодости, в юности, наверное, что-то похожее можно было увидеть. А здесь мне, наоборот, самому интересно, чтобы они сами все придумывали. Моя идея, например, ну, грубо говоря, вот я придумал концерт Вертинского. По памяти Вертинского. Это получилось как раз организовать в день его рождения, в день его 130-летия. Я был поклонником Вертинского. Всегда мне очень нравилось, как это все происходит. Но большинство солистов театра к Вертинскому имело очень мало отношений. Они все что угодно могли петь, только не эти произведения. Я им это все показал, объяснил, придумал. Они завелись. Стали предлагать что-то сами. Вдруг неожиданно выяснилось, что самые разные песенки Вертинского могут быть исполнены самыми разными певцами. Мы сделали концерт, который прошел очень хорошо. И 95% это их заслуга, ребят. Потому что они сами себе находили песни, сами придумали, какая аранжировка. Сами придумали, в каких костюмах выступать, этот цвет и так далее. Ну, пришли по Гудин, который поет Вертинского очень хорошо в гости. Катя Гусева, артистка такая замечательная, пришла в гости. И Андрей Вадимович Макаревич пришел, который тоже очень любит Вертинского, тоже спел два произведения. И это существенно раскрасило концерт. К нашим артистам все привыкли. А тут пришли гости, которые действительно это делают постоянно. К чему я это сказал? Потому что мне самому нравится существовать здесь, в театре, как некому аккумулятору, что ли. Вот я аккумулирую какой-то заряд, и он существует, этот аккумулятор, этот заряд. Дальше они сами подходят. Если им надо, они подзаряжаются. Если не надо, они сами что-то придумывают, предлагают. Конечно, если это явное не то, ну я говорю нет. Но это бывает настолько редко. Вот явное не то, они не делают. Бывают ошибки. Делают, например, сольный концерт с ошибками. Сольный концерт сложная работа. Это отличное название для альбома. Сольный концерт с ошибками. Или вообще для шоу. Да, с неточностями. Не с ошибками, это... Ну да, может быть. Но с неточностями, например, не так поставлены песни, не так рассчитан финал первого отделения, например, или финал второго отделения. Я могу это сказать? Чего ты скажешь? Нет, я хочу так. Я говорю, хорошо. Потом концерт кончается, происходит в какой-то степени, по-моему. Я этого артистку спрашиваю. Ну... А они говорят, да, надо в следующий раз сделать по-моему. В Бирюковой так бывает? Очень редко. Вы когда упомянули про концерт Вертинского, я сразу вспомню, что вы на дочери Вертинского были женатикой. Да, и надо сказать, что она меня очень... форматнула, значит, в эту сторону. Это я был совсем... В смысле? Да-да-да, она мне очень много рассказала. Она трепетно очень вспоминала отца. И вообще они очень любят отца. Это для них и для Маши, и для Насти. Это божество непререкаемое. Во всех смыслах. Ну, мне это было трудно как-то, так сказать, привыкнуть к этому. Но, тем не менее, я понимал, в чем смысл этого всего. И потом, когда я уже по-настоящему, уже после развода, проникся тем, что делал Александр Николаевич, я как-то тоже вот туда практически с головой погрузился. И вот как раз вот случилось, что спустя столько лет я сделал такой концерт. А надо как-то согласовывать там вот авторское право? Для разового исполнения нет. То есть это не надо? Для разового исполнения нет. То есть если вы снимали фильм, допустим, вот... И делали запись на диск. А, то надо было получать согласие? Ну, конечно, механические права. Это все надо было получать разрешение у родственников и у тех, чьи эти права. Ну, такая же история была с Галичем. Когда снимал Первый канал, был такой небольшой смантуй скандал, тире, где родственники Галича возражали против того, что происходило. Но мы не имели к нарушениям никакого отношения, потому что мы не записывали диск, мы не выпускали фильм. Снимал это все Первый канал. Первый канал как-то, видимо, решил этот вопрос. Кстати, упомянутая уже Валентина Бирюкова очень необычную песню Галича исполнила на... Ковсомольскую. Да, которая совершенно... Блин, ну, послушай, а пьеса «Вас вызывает таймыр»? Кто мог себе представить, что автор «Вас вызывает таймыр» впоследствии окажется за границей, там, высланный, как антисоветчик? Ну, хотя там ничего антисоветского в его творчестве я не видел. Просто протестная музыка и протестные стихи. А сейчас говорят, что вот эту нишу протестной музыки занял рэп. Что-то в этом есть. Ну, в смысле текстов. Что-то в этом есть. Вам, как музыканту и человеку музыкальной индустрии, это интересно. Прошу прощения. Опа, привет. Здравствуйте, Юрий. Вот звезда 27-го числа. Ты на репетицию? Я на репетицию. Хорошо, Валюшка, я сейчас закончу, и я подойду туда, ладно? Давай, давай, голубчик. Есть какие-то у нас исполнители, которые вам интересны, с которыми вы поработали бы? Нет, конечно, это исключено. И дело все в том, что рэп, если на него смотреть с музыкальной точки зрения, это, в общем, частушки русские. Это русские частушки, которые существовали аж с 16-го века и записаны даже. То, что они исполняются в форме йо-йо, и там руки какие-то, и штаны, там, на колени застегивающиеся, это не более чем внешние признаки того, с чего это все, так сказать, содрано в смысле формы. Но по сути своей, это скороговорки и частушки, по сути искусства как такового. То, что они при этом, внешне эти частушки и скороговорки, похожи на то, что делают афроамериканцы. Похожи? Они похожи, да. Ну, а это только потому, что народная музыка вообще очень сходна друг с другом. Очень сходна. Особенно музыка белых, музыка желтых, музыка черных людей очень схожа между собой. Другое дело, что сейчас проникновение культур очень сильное. И то, что нравится черным, становится вдруг необходимым и интересным для белых. Или искусство, например, японских дизайнеров и людей, которые там, условно, куют мечи или танцуют, становится интересным в Европе. Вот это вот проникновение одной культуры в другую только обогащает восприятие. При этом эти культуры остаются сами по себе. Очень много людей, потрясающих, которые являлись, ну, не знаю, гордостью и русской, и украинской культуры, и вообще культуры Российской империи и Советского Союза. Они родились в этих условиях на этой земле. Но у них у всех основой их действий была русская культура. То есть они были выходцами из этой земли, но улучшали и, скажем так, обогащали русскую культуру, которых всего, может быть, 7-8 на весь мир. То есть есть немецкая культура, которая влилась, как река австрийская, предположим, да. Есть англосаксонская культура, есть французская культура, есть испанская, итальянская культура. Известная нам есть, наконец, восточноевропейская, есть культура, значит, Азии, Африки и Индии, и Японии, и Китая. Этих основополагающих... Уже 12, я не считал. Ну, 10-12 основных мировых культур. Из них самые выдающиеся, это, конечно, немецкая, французская, итальянская, какое-то время испанская за счет рисования и художественного творчества, англосаксонская за счет своей литературы и русская за счет музыки, немецкая тоже, австрийская тоже. Но, когда русская культура могла быть обезвожена из-за непоступления в нее украинских и малороссийских людей, вот этот ручеек, он как бы оскудевал, понимаешь, и русская культура могла развиваться в районе, там, Орла, Москвы, Санкт-Петербурга. Вспомни, сколько людей приезжало из Украины, из Малороссии в Санкт-Петербург. Господин Шевченко хотя бы, к примеру. Что же говорить, Тарас Григорьевич. То есть, вот оторвать можно только через язык. Если люди, живущие на этой земле, не очень внимательно относятся к русскому языку, то у них нет выхода через русский язык к мировой русской культуре. Они остаются поклонниками замечательных вещей. Леси Украинки, Ивана Франка, Гулака Артемовского, Березовского и Бортнянского, которые, как известно, тоже были в Италии, хотя они работали, но они были основоположниками русской профессиональной музыки. Вот это вот жаль. Потому что мне кажется, что вот эта потеря не была столь необходимой. Можно было бы обойтись без этой потери. Ну, кто знает, люди выбирают, государство выбирает свой путь. Они хотят так. Может быть, через какое-то время они захотят по-другому. Ну, и я буду только рад этому. Хорошо. А как вы относитесь к тезису, что украинская музыка гораздо более напевная, и там гораздо богаче в этом смысле потенциал этого языка? Нет, я так не считаю. Нет? Нет. Она не напевная. Украинская музыка – это русская музыка, по сути. Ого! Конечно. Конечно. Ну, конечно, это южно-русская музыка. Помнишь, был фильм в августе 44-го, я музыку писал. И там был один человек, который говорит, что южно-русский диалект. Помнишь текст такой? Украинская история – это южно-русский диалект. Это южно-русичи. Никогда не надо забывать о том, что так получилось, что они сделали свой собственный проект государственный. Вот они его так видят. Я бы к этому относился по меньшей мере с уважением. С уважением. Ну, сделали и хорошо. На мой взгляд, зря. На мой взгляд, зря. Но это мой взгляд. Я частное лицо. Вы слышали такой коллектив «Каска» называется? Нет. Вот на Западе исполняют… Что это за коллектив? Ну, это из Киева. На украинском языке пойдет? На украинском языке и позвучит сейчас по всему миру. Замечательно. В то время как ни один из наших коллективов никакой… Я сомневаюсь в том, что это правда, то, что ты сейчас говоришь. Нет, я просто с вами… Да перестань. Сказать тебе, как миллион просмотров делается? Нет, это не миллион просмотров. Я захожу в кафешку и слышу там по местному радио. Вполне возможно, почему бы и нет. А Чайковский композитор номер два по исполняемости во всем мире после Моцарта. И что теперь? Мы должны сказать «Во, какая у нас замечательная…» Мы номер два по исполняемости… Ну, номер два по количеству исполнений и по значению в мире. После Вольгу нам одна и Моцарта. И что теперь? Нам надо сказать «О, русская везде!» Да нет, нет. Просто слишком много замечательных вещей происходит, понимаешь? И в украинской культуре есть замечательные достижения, и в нашей культуре есть, и в германской. Какие в нашей культуре замечательные достижения с точки зрения… У нас балет великолепный, у нас блестящие совершенно оркестровые музыканты есть и солисты. У нас очень много достижений, нужно все перечислять, спортивные достижения. Есть достижения с трудом, но достижения в строительстве, например, в каких-то вещах. Сколько лет не могли построить мост, так сказать, между… Тот, назову, Керческий мост. Сколько лет его собирали сделать? Сто, наверное. Сто, если не больше. Это еще при Царе Горохе там собирались сделать. Ну, взяли, сделали. Я вообще люблю, когда вот что-то делается. Понимаешь, не когда языком умели, а когда делать. Вот посмотри вокруг. Вот это 25 лет было страдания. Да, долгострой. Да, и теперь я могу с гордостью сказать, хотя вообще ужасное чувство. Я могу с гордостью сказать, я качмак. Что вот это вот место, оно небольшое по размеру. По количеству участников… Нет, зал на 500 мест. 540. Ну, в результате. Оно небольшое. Ну, ты понимаешь, что здесь хорошо. А сегодня существует некое понятие, ну, шоу-бизнес в России. Правильно? Ну, оно уже есть. Не будем мы это отрицать. Мне это глубоко не нравится. Вот это понятие и все то, что с ним связано. Все вообще. Во всех смыслах. И музыкальном, и эстетическом, и вкусовом, каком угодно. Ну, я сказал, что мне не нравится. Я каким-то образом боюсь с этим. Никаким. А вот это вот место является альтернативой всему шоу-бизнесу. Это альтернативное место. Всему? Мировому или… Всему, нет, российскому. Российскому. Оно альтернативно. Оно альтернативно именно в том, что здесь присутствует и профессионализм, и вкус, и самоотдача. Все, я понял, какой слоган у «Градского холла» – это альтернатива российскому шоу-бизнесу. Это однозначно. Она существует не потому, что она в протесте. Я понял, да. Она просто есть, и все. Нравится это кому-то или нет? Ну, обозначает, что можно и так. Да. Отлично. А во второй части мы поговорим про другую дату. Мы про 27 апреля поговорили в первой части, а во второй про 3 ноября – это уже год. Хорошо. Итак, 3 ноября. Да. Ваш товарищ и подельник Андрей Вадимович Макаревич. Да, подельник. У вас же какие-то были с ним совместные проекты. Целая огромная куча историческая. Там совместные дела были. Очень не любит слово «юбилей». Оно у него ассоциируется исключительно с какими-то советскими реалиями. Ну, может быть. То есть песни слова не выкинешь, 3 ноября – 70 лет. Дата. Да, да, да. 70 лет. Значит, ну, что для вас, во-первых, этот рубеж, Александр Борисович? Во-вторых, что будет подарком? Здесь не будет, здесь не будет. В Крокус-Сити-Холле будет большой концерт. Так. Где я буду все время как бы на сцене присутствовать, где-то пою, где-то просто сижу, где-то мои ребята будут петь. Солисты театра, мои ребята, нехорошо сказано, но мои коллеги. Ну, как сказано, так уже сказано. Ну, да, чего же теперь делать. Вот. И где-то я спою какое-то количество вещей. Но в основном это делается для того, именно само пение, именно 3 ноября. Чтобы самому себе лишний раз сказать, что я еще в форме хорошей вокальной. А вы в хорошей форме? В отличной. Я пару лет назад бросил курить, я предполагал, что я лучше петь не буду. Если брошу курить. Так. Я бросил курить и стал петь почти как в молодые годы. Я помню, что... И неожиданно оказалось такое удивительное преображение. Я когда бросил 7 лет назад курить, я стал толстеть. Ну, я тоже. Так. И что, мы с этим ничего не будем делать? Ну, я буду курить потихоньку. К 3 ноября? Да, я килограмм 8 скинул от того, что было. Так. А что было? Ну, многовато. Так. Сейчас еще килограмм 15-17 надо убрать до 3 числа. Угу. Чтобы, ну, как-то приличнее выглядеть. А как вы убираете? Да не ем ни черта. Да? Овощи, фрукты. Так. Ну, стакан. Ну, я не пью, во-первых. Я не ем каких-то мочных и всяких там сладких вкусностей, картошки и так далее. Ну, вот так вот решил. Это все дается усилием воли? Ну, в общем, в какой-то степени да, но небольшая воля для этого, как выяснилось. Когда я бросал курить, это Сашка маленький подошел ко мне. В смысле, сын Александр Александрович. Да, маленький, да. Александр Александрович. Подошел, так, видимо, Марина его подговорила, я не знаю, что там было. Он подошел, сказал, так, внимательно посмотрел, папа, посайкуить. Я говорю, понял. И все, и бросил через час. А, вот так вот, да? Да. Вы сами эту дверь открыли. Александр Александрович, он так же, как Александр Борисович, одарен музыкально? Или еще рано говорить? Во-первых, рано говорить, конечно. Но он вообще интересный персонаж. Не в музыкальном плане, а просто... Просто как персонаж. Он очень добрый. То есть это не сын Градского в этом смысле? Потому что... Ну, подожди, может быть, я тоже был в четыре года такой. Аж не знаю, что со мной потом обстоятельства сделали. Переезд в Москву в четвером на восемь метров с паньон на трех стульях. Оно могло привести к любому более худшему результату, чем тот, который мы сейчас имеем. Нет, Сашка очень хороший. Он иногда злится, интересуется футболом. Футбол. Ну, здесь это, во всяком случае, здесь он папин сын. Футбол, да. Это я его, видимо, завел на это. То есть вы вместе смотрите, да? Да. Марина ему иногда разрешает сидеть вместе со мной, потому что действительно переборщить нельзя. С футболом нельзя переборщить? Ну, с телевизором. А, да. Марин боится, что он, так сказать, на телевизор будет реагировать. Так, слишком. Но он не смотрит ничего другого. Он даже мультфильм особо не смотрит. Он даже мультфильм особо не смотрит. Вот футбол, хоккей, все. Он все помнит, кто с кем играл, как называется, какая команда. Папа, мы будем сегодня за Барселону болеть или за Реал? Я говорю, я буду за Барселону. Он говорит, а я буду болеть за Реал. Тут Барселона выигрывает. Где-то там 3-1 уже. Он так подходит, говорит, слушай, я, наверное, тоже буду болеть за Барселону. Я говорю, почему? Потому что Реал проигрывает. Он говорит, да. Я буду лучше болеть за того, кто выиграет. Я говорю, круто ты устроился. Ну, я вот так придумал. Пускай будет так. Ты не возражаешь? Я говорю, нет, я не возражаю. Болеть за кого? Очень смешно. Болеть за тех, кто выиграет. Он сам на коньках бегает 4 года. Нормально. Кстати, я вот только сейчас, когда вы говорили про спорт, я понял, что среди близкого круга, среди друзей Градского Александра Борисовича, по-моему, нет спортсменов. Фетиша Слава. А, со Славой, со Славой. Ну, хорошие отношения. Мы не встречаемся часто. Старшинов. Помнишь такое? Да, конечно. Более очень хорошие отношения. Но футболистов нет? Футболистов, да, футболистов нет. Кстати, вот про футбол. История с Кокориным и Мамаевым попала в поле ваше понимание? Да, я посмотрел. Я не очень это понял. Я не очень понял, потому что, ну, нет сомнений, то, что мы видим на съемке, поведение, мягко скажем, очень плохое этих ребят. Но я несколько раз видел съемки с участием других людей. Например, я видел съемку, случайно, где какой-то дядька с своим другом или с братом зашли в медпункт что-то там лечить. И набросились, и очень жестоко избили врача, этой самой, как его называют? Травмолога. Ну, который там занимался приемом. Ну, жесточайшим образом избили. Жесточайшим. Это не был удар стволом там, не поймешь куда, и все. Был жесточайший избит человек. В чем там было видно, что это очень сурово. Я не знаю, какая реакция у суда, посадили, не посадили, что чего, непонятно. И много раз я видел всевозможные нарушения такого рода, о которых я ничего не знаю, чем закончилось. А здесь, ну, понятно, что все говорят, что это показательный процесс. Ну, может быть, это и показательный процесс. А кому показывают и что? Ну, людям, у которых есть, скажем так, значение в обществе. То есть, в том числе и вам? В том числе и мне. То есть, ребята, вести себя надо сдержанно и прилично. Нельзя вести себя вот так. А то мы не посмотрим на то, что вы вот такие заслуженные люди, и у вас будут проблемы, а может быть, даже и крупные неприятности. На самом деле, ну, для меня это бессмысленно, поскольку я стараюсь вести себя так, но прилично. Но всякое случается в жизни. Ты не можешь гарантировать того, что ты не отреагируешь на какой-то поступок какого-то человека самым неприятным. Стулом? Ну да, не можешь, не можешь. Могут оскорбить твою жену, ударить твоего ребенка. А на пленке останется, как ты стулом кому-то заехал по башке. Вам приходилось когда-нибудь стулом кому-то по башке? Нет, к счастью, нет. К счастью, нет. Но ударе человека, да, где-то 29 лет, примерно, было сделано. Так, и чем это закончилось? Ничем. Я курил папиросы с капитаном милиции в отделении милиции при гостинице России до 4 часов. Поскольку были неприятности, не у меня, а у этого гражданина, и еще у двух. Но они мне ноты порвали. Ноты порвали? Да. Ноты Генделя порвать. Из личной неприязни? Нет, а мы поспорили, что в очередь на такси, их не сажали в такси, а мы подошли и сказали, ну мы бы на счетчика заплатили, вы нас посадили. И тут нас поддатые ребята вытащили из этого такси. Когда мы говорим нас, это кого нас? И меня, и там еще моих двух товарищей, с которыми мы вместе репетировали, но они как-то в сторонке оказались, а я что-то туда влез, в эту историю. И влез нехорошо. Ну, к четырем часам мы докурили две пачки белобора, и капитан сказал, ну он сбежал, наверное, никакого заявления не будет, потому что он пьяный, и еще доцент какой-то. Ну, это было очень давно, это было 50 лет тому назад. Да, до персональных водителей, даже еще до машин. Да как это? У меня до сих пор нет персонального водителя. За рулем самостоятельно? Да. Да, ну это непросто. Ну, нормально, но пока мне это устраивает. Да? Это единственный человек по-моему, такого масштаба из тех, кого я знаю. Дело все в том, что я не пью, тем более за рулем. Поэтому я не пью никогда в таких опасных ситуациях. Поэтому у меня, собственно говоря, ну что. Кстати, насчет пить по ассоциации вспомнил несколько значительно известных крупных музыкантов в моей системе координат. Не так давно нас покинули, включая... Я знаю, да, да, конечно. В общем, были близкие. Да. Вы считаете, что каждому вот что-то отведено судьбой? Вот столько сочинить, столько написать, столько прожить. Или мы все сами авторы этого проекта? Я со вторым скорее соглашусь. То есть вы хозяин своей... Да. Ты делаешь какой-то поступок, он влечет за собой какие-то последствия. Потом ты совершаешь следующий поступок, вытекавший или вытекающий из этих последствий. Потом ты оказываешься человеком, для которого что-то становится важнее. Не музыка, например, не творчество, а что-то другое. Это не плохо и не хорошо. Это просто так. И дальше... Я не могу сказать, что Крис был человеком слабого характера. Нет. А музыкант он был одарен? Думаю, хороший музыкант был. Но понимаешь, у всех людей когда-то кончается вот этот вот самый набор идей. Вот мы же знаем, что были гениальные открытия в музыкальном жанре эстрадной песни Марка Фрадкина. Но это 25-30 гениальных произведений. Примерно, может быть, 30-40-50 гениальных произведений у моей замечательной старшей коллеги Александра Николаевна Пахматова. Но когда-то это происходит со всеми. Ты не знаешь, что дальше писать. Уже столько придумано, столько всего найдено интересного, что каждая следующая находка для тебя – это очень трудная работа. Но у Градского будет новый материал в ближайшее время? Даже не знаю. У меня нет никакого нового материала в голове. Ну, мало, очень мало. А если бы из того, что вы сделали, сочинили, исполнили, надо было бы один альбом выбрать? Вот вы бы не смогли остановиться? Я просто не стал бы этого делать. А о чем? Ну, дело все в том, что у меня, по самым скромным подсчетам, где-то, может быть, 25-30 альбомов, ну, которые выпущены там на 15 компакт-диска, там по два альбома на диск. Да. И на сегодняшний день они не были никогда, как сказать, раскручены, что ли, или навязаны аудиторией. Посему сложилось, может быть, впечатление, что я как-то пошутил. У Гурадского всего два хита. Один первый тайм, а второй, как молодой маугли. Это очень смешно. Я хохотал просто не могу, как. Не могу. Поэтому. Ну, хотя у меня есть, конечно, какие-то песни, которые более-менее известны, там, может быть, штук 10, но это песни. А работы, как таковые, вот, Набоковская работа, Ностальгия. Ностальгия на Маяковского стихи, там, на Пастернака, русские песни. Это все компакт-диски. Саша Черный. Саша Черный, которые до сих пор продаются, что самое интересное. Есть люди-меломаны, которым нравится вот это вот купить, принести домой. А почему? Это слишком, объяснение какое-то, слишком сложно для моего потребителя? Нет, это не было навязано. Это не было навязано и не было нагнетаемо. Ничего там особо сложного нет. Просто, когда ты находишься в какой-то связи... О, Господи, ну, я сейчас опять прошел бизнес. Ну, куда же? Ну, у нас там тысячи человек повязанных друг с другом. Это как в нашей футбольной премьер-лиге. Об этом мне легче сказать. Я на премьер-лиге могу мне кинуть все это на музыку. В премьер-лиге вы замечаете, что никто особо друг друга не поливает. Как-то все так очень толерантно. Кто-то сыграл плохо, кто-то там что-то там не то сделал, поставил не того игрока, купил не того игрока. И все как-то мило. Все как-то очень хорошо. Ну, вот у нас какой-то вот есть общий бизнес. Вот мы занимаемся футболом. Наша задача – привлечь людей на стадион. Как мы там играем, что нам через пень-колоду. А потом нас все дерут подряд. И в Европе, и в мире как хотят, с нами разбираются. Это как бы уже потом. А вот сейчас надо вот это сделать. То же самое и в музыке. Есть недомузыканты, недопродюсеры, недокомпозиторы, недопоэты, недовокалисты и журналисты. Достаточно профессиональные, телевизионные и журналисты с массовой информацией и интернета. Которые живут в своем мире. В мире мифологии. И так как они все находятся в связи, в результате вот тот продукт, который они создают, и есть продукт, который доступен людям. Другого продукта нет. Ты можешь смотреть хоть тысячу голубых огоньков подряд. И в том, и в другом, и в третьем, и в пятом, и в седьмом будут одни и те же артисты. 40-50 человек. Проблемы в одном. Проблемы есть. Они уже старые все. Типа как я. Им всем под 70, под 60. Более того, интерес и другое. Я-то еще пою. А они даже не поют. И это интересно. Посему я и говорю, что это альтернатива. Здесь молодые люди. От 20 до 30. И они обалденно поют по-настоящему. Видите, в чем дело? Вот вы в первой части беседы упомянули, допустим, балет русский. А если сейчас мы выйдем из этих ворот и скажем, балет, вам знаете, что вы сказали? Волочкова. Вот прямая ассоциация будет. Нет, это ваша проблема. Нет, это наша проблема. Ну, я знаю Захарова, еще кого-то, там, несколько замечательных артистов. Ну, у нас, к сожалению, есть некая вера, что ли, вот в этот флер. Это наша русская черта, мифология. Мы на самом деле не очень хорошо знаем, что происходило в истории, но нам сказали, что было так. А почему-то все поверили. А дальше очень сложно что-то изменить. И человеку более-менее мыслящим, которым я себя хотел бы считать, становится глубоко наплевать на то, что общество считает. Я захожу к себе в комнату, там у меня свои книги, и я знаю, что примерно было на самом деле. То, что при этом 50 миллионов человек думают, что было по-другому, я готов с ними согласиться. Ребята, ну, наверное, было так, давайте, думайте. Но я знаю, почему это произошло, от чего, и кто виноват, и как этого избежать. Но я совета никому не даю. Я просто воспринимаю жизнь так, как она есть. Такой, вернее, как она есть. И я знаю, что может произойти все, что угодно. Я в каком-то году, там, в 85-м, и представить себе не мог, что СССР больше не будет. Да никто не мог представить, я думаю, ни одного человека не было. Ну, а как, понимаешь, понимаешь, вот ни ты, ни я не могли это представить. Прошло каких-то 3, 4, 5, 6 лет, и вся конструкция развалилась, как карточный домик. Я прилетал в Магадан и видел там людей 50 национальностей, которые приходили в концерт. Для меня казалось, что это, ну, это хорошо. То есть вы автор, вы упоминали термин журналюга в первой части, вы в том числе еще автор термина совок. Вы сейчас жалеете о том, что... Это я любил. Это я любил. Я многое не любил в Советском Союзе. Но я бы так сказал, любил, не любил, но мирился. Для меня было важно работать для людей, понимающих русский язык и русскую музыку, русскую культуру. А они находились все тут. Там не было этих людей. Они, ну, незначительно присутствовали. Другое дело, ну, могли сложиться обстоятельства, что мне не удалось бы здесь заниматься своей работой. Но они не сложились таким образом. А у кого-то произошло именно так. Он должен был уехать. Ну, как я говорил очень часто, я не уехал, потому что для меня уехать означало бы разорвать все связи с моей родиной. Тогда это было так. Запятая. Но я же не знал, что через какое-то время будет возвращаться сюда с победным выражением лица. Как это делают очень многие. Ну, конечно. Но этого не знал. Но даже если бы я это и знал, ну, я бы никогда не догадался, что это на самом деле произойдет. Поэтому лучше не рисковать. Лучше сидеть дома, сочинять музыку для своих сограждан. Мы сидеть дома не будем, потому что мы 27 апреля придем сюда, в городский холл, чтобы послушаться. Я буду очень рад. А 3 ноября мы придем в Кропус. О, это тяжелая история. 3 ноября будет. Я очень рассчитываю, что до этого момента мы еще с вами пообщаемся, в том числе и в Киеве. Юрий Юрьевич, рад вам с вами пообщаться. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова